Добрый день дорогие друзья, вы находитесь на канале Smokers Magazine и в этом выпуске мы поговорим об ароматных немецких сигарелах мутса, конкретно о данном мутс и данном мини мутс дабл фильтр которые приехали ко мне из магазина супер табак. Надеюсь кофе у вас уже готов, тогда начинаем. Немецкая табачная компания, основанная Джеральда Даннеманом, существует уже полтора века, как и было принято в те годы у людей, кто закладывал фундамент своего бизнеса так, чтобы здание возведенное на нем стояло крепко десятилетиями даже столетиями, Джеральда провел в поездках по миру очень много времени. Он ездил по разным странам и изучал методы и даже стили работы с табаком, от выращивания различных сортов в разных условиях до выдержки табака и создания сигар. То, что и фундамент, который он тогда заложил из здания его бизнеса, стоят крепко и по сей день, говорит о том, что научился он многому и, что немаловажно, передал свои знания и опыт тем, кто пришел ему на смену. В те дни Джеральда остановил свои поиски в Бразилии в регионе Матафина, который уже тогда славился своим ароматным табаком. Открыл первую сигарную фабрику, которая и по сей день продолжает работать. Поселившись в Сан-Феликсе, Даннеман развивал не только свой бизнес фабриками, фазендами и табачными плантациями, но и весь регион стал в конце концов мэром Сан-Феликса и построив неплохую политическую карьеру. Сигарилы Мутс выпускаются компанией Даннеман с 1994 года. Примерно тогда же продукция Даннеман, сигары и мини-сигары пришли на российский рынок. Мутс стали первыми ароматизированными табачными изделиями в портфолио компаний. Их основой является бленд Вирджинии, ориенталов и чего-то, что в компании называют тропическим табаком. Я полагаю, что это табак из Индонезии или даже конкретнее из Суматры. Сигарилы Даннеман Мутс – это классический для подобного рода изделий 8-миллиметровый формат машиной сборки. Начинка изрубленного табака. Покровный лист здесь посажен на гомогенизированный табак. Аромат из пачки мягкий и довольно приятный. Это сладковатые фруктово-вишневые тона с акцентом на косточковых. Я бы даже выделил микс вишни и черешни. Мягкий, утонченный, но сочный аромат. Если курить сигарилы, выдержанные в естественной для табака влажности, то крепость они дают очень низкую. Основа вкуса в этом случае абсолютно ориентальная. Если курить подсушенными, то они становятся уже куда более крепкими на вдохе. И хотя ориентальная сладость остается, тут уже заметна и крепость, и характерная чаще всего как раз для индонезийского табака легкая горечь. Плюс пряные тона в аромате дыма, напоминающие покров из суматры. Ароматизация вполне умеренная, не перебивающая все и вполне комфортно сочетающаяся с ориентальной сладостью. В целом, вполне себе сигарилы среднего класса. Увы, слово бюджетного в современной действительности, уже не применимо к табачным изделиям. Сигарилы эти минут на 10-15 неспешного курения. Какого-то особого богатства вкуса здесь нет. На постоянной основе у меня не прижились. Но раз в день или по выходным с чашкой кофе можно даже получить удовольствие. Сигарилы Мини Мудс Дабл Фильтр – это уже сигаретный слим-формат с фильтром, о чем красноречиво повествует название. Время курения тоже сопоставимо с сигаретами. Покровный лист – это уже бумага. По аромату схожий со своими более крупными братьями, разве что в запахе чуть меньше сладостей. В курении здесь доминирует Вирджиния с небольшой подмешкой ориенталов. Индонезийского табака тут или много меньше, или его присутствие гасится фильтром. Тем не менее, Мини Мудс на вдохе гораздо крепче, а дым, несмотря на присутствие фильтра, гуще и смолистее. Так что на постоянной основе тут тоже особо не разгонишься, хотя кому как. Ароматизация чувствуется, безусловно, но она тут идет скорее дополнением к основному Вирджиниевому тону. Если быть честным, то Мини Мудс в моей вселенной на шкале табачных изделий лежат скорее ближе к сигаретам, нежели к сигарилам. Но опять же, с чашечкой эспрессо вполне, если не часто. Что ж, вот на этом, пожалуй, и все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine. Субтитры сделал DimaTorzok